Все большую составляющую в экономике нашего региона играет туристическая отрасль. В будущем роль этого направления будет только возрастать. Но сегодня для того, чтобы туристические маршруты соответствовали запросам современного туриста, нужны современные стандарты качества. Об этом в частности говорил руководитель Ростуризма Зарина Догу за Ванопитерском международном экономическом форуме. По ее словам, стандарты качества уже утверждены правительством Российской Федерации. В свое время были выделены наиболее привлекательные маршруты, куда вошли и те, которые относятся к Тверской области. Этими маршрутами серьезно занимаются на региональном уровне при федеральной поддержке, для того, чтобы они были интересными и безопасными. Какие конкретные шаги предпринимают для развития сферы туризма, вы узнаете прямо сейчас. Всего в России определено 29 национальных турмаршрутов. Из них выбраны 5 лучших направлений. В пятерку вошел межрегиональный маршрут Государевой дороги, проходящий по территории Тверской области и еще трех регионов страны. Московской, Ленинградской и Новгородской областям. На Питерском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве в развитии Государевой дороги. Координацию проекта с момента подписания соглашения осуществляет Тверская область. Пожалуйста, объединяйтесь в паркере. Поздравляем участников с подписанным форумом. В ходе презентации маршрута руководитель Ростуризма дала высокую оценку этой работе. Брендовый маршрут объединяет туристические локации четырех регионов. Это более ста музеев и памятников, исторические города и шедевры архитектуры. В Тверской области тур включает посещение достопримечательностей в Завидове, Твери, Торжке и Вышнем Волочке. За несколько дней путешественники смогут совершить поездку по одному из самых впечатляющих маршрутов страны из Петербурга в Москву. По сути, речь идет об известной исторической дороге. И вообще этот маршрут на самом деле был первой дорогой в таком современном понимании этого слова, с твердым покрытием. Именно поэтому инфраструктура вокруг него аж за 17 века активно развивалась. И на нем десятки путевых дворцов, дворянских усадеб. Поэтому он такой очень интересный, погружает в историю нашей страны. Четыре региона, и в этих регионах очень многое начиналось для нашей страны. Это Московская область, Ленинградская область, Тверская область и Новгородская область. Туристам доступны экскурсии, сопровождение экскурсовода, проживание в гостиницах, прогулки по историческим местам и возможность приобрести уникальные сувениры, сделанные местными мастерами. Презентовывая эти маршруты, это не значит, что мы их дальше не будем развивать, донастраивать и дообустраивать. То есть они уже сейчас абсолютно готовы к посещению. Мы гарантируем на них яркие, незабываемые впечатления, хорошую инфраструктуру. Нужно ли их дальше развивать? Конечно, да. Поток и спрос со стороны туристов создают возможности для бизнеса, считает Зарина Дагузова. Эти маршруты можно купить у туроператора, но при этом они адаптированы для самостоятельных путешествий. Их будут размещать на туристическом портале Russia.Travel. До 2024 года усилиями рост туризма региональных властей и бизнеса должна появиться разветвленная сеть подобных маршрутов по всей стране в каждом федеральном округе. Какие проекты станут самыми запоминающимися, решать только самим туристам, от которых ждут отзывов и замечаний.